Не, у меня, знаете, все-таки есть тема для разговора, и меня трудно заткнуть. Вот меня поражают все же вот эти вопросы. Оля, как вы столько едите, себя ни в чем не ограничиваете, и вы вообще не толстеете? В смысле? Это что вообще за... Сколько, столько? Вот я всегда, когда мне такой вопрос задают, у меня первый вопрос. А столько, сколько это столько? Сколько? Ну реально. Вот за вчерашний день я могу перечислить, сколько я чего съела. Две чашки супа я съела. Вечером я съела хлеба. И все. И все. Я даже хлеб, я имею в виду пару кусочков хлеба. И все, за весь день. И больше ничего. Я не завтракаю вообще практически никогда. Я завтракаю в час в два дня. Дай бог. А потом я сразу ужинаю. То есть у меня всего два приема пищи. То, что я снимаю мукбанг, как я пью чай и съела там на протяжении этого мукбанга какой-нибудь один кусочек хлеба. И мне вот это вот прямо вот ты столько ешь, вот ты столько, прямо вот столько ты прямо вот ешь, вот прямо никак не толстеешь. Ну так возьмите ровно столько, сколько я на видео ем. Всякие ешьте тогда ровно столько же со мной, нет? И посмотрите. Питайтесь вот ровно по моим видео. Вот видите, у меня борщ, например, чашка. Да? Это тем, у кого возникает такой вопрос. Как не толстеть? И есть столько, сколько я. Вот вы видите, сколько ложек борща я съела на протяжении видео. Все. Ровно столько же вы ешьте. Ни ложкой больше, ни ложкой меньше. Следующее видео. Посмотрите, сколько я съела булки. Пол булки или кусочек. Вот ровно столько и съедайте. Потому что я без камеры вообще не ем. Вообще. И вот вы будете так же худеть, как и я. Или не толстеть. Не знаю, как правильно сказать. Вот это вот вопрос, сколько вы столько едите. Меня всегда это поражает. Да сколько столько? Если бы я действительно столько бы ела, я бы уже была тушить 200 килограммовым. Сколько-столько? Если я отрезала кусочек торта, так этот кусочек торта вот такой малюсенький. Я его съела и все. После этого я ничего не ем. Я не иду за вторым, за третьим. За всем тортом я не иду вообще. А что может быть у меня? Я даже калорийного ничего не ем. Реально. Ну хорошо. Я вспоминаю, просто последние разы, что я ела. Борщ ела с салом. Внутри куска сала. Кусочка, можно называть сала. Чашка борща. Это что у нас? Некоторые сидят, этот борщ сварят на жирном мясе. Там берут туда, я не знаю, с хлебом, да со всем этим. Чашку большую съели. Потом еще мясца на косточке. Потом еще надо съесть сверху котлетку. Потом еще что-то сверху съесть с хлебушком белым побольше. Маслечком его намазать, да? И вот это сидят, едят и думают, ой, ну Оля же жрет столько. Оля же не столько жрет. Оля реально ест немного. Если у Оли за весь день есть два мукбанга, то это слава богу. А то и их не бывает вообще. Чай попила и все. И весь день на ногах. С утра как встала. Вот я сегодня в 8 утра как встала. До 9 я тут ходила, скиталась по квартире. В 9 я уже начала. Я хлеб вытащила и понеслось. У борта, эти всякие посудомойки и прочее. Все, что-то записывала видео, что-то у меня было некогда. Я даже не вспомнила свои какие-то дела. Где сахар? Ну вот этот вопрос, а, сахар закончился. Вот этот вопрос вечно. Я сейчас захожу снова в тикток. Оля, ну сколько вы едите? Вы же столько много жрете, ну как же вы не поправляетесь? Да питайся как я. Ой, я наверное свою диету пропишу. Скажу, вот ешьте ровно как я на видео. Я съела одну ложку, значит и вы одну ложку. Зато мы не тянемся. И все, и проблема будет решена. Ну сколько вы жрете? Ну сколько вы жрете? Ну значит столько, сколько надо, чтобы организм не поправлялся. Я не знаю сколько. Вот говорит, я только посмотрела на булку, я поправилась. Да блядь, значит не посмотрела, а сожрала. Нет, не значит, что ты поправилась. Вот если я посмотрела на булку и в рот ее не взяла, то я не поправилась. А если я ее взяла в рот и проглотила, то я поправилась, да. И если ты посмотрела на булку и поправилась, значит, ты не просто посмотрела, значит, ты ее съела. Вот и все, а морочить голову не надо. Я прекрасно знаю, когда я поправляюсь, когда я начинаю есть бесконтрольно. Захотела это, захотела то, захотела еще шоколадочку сверху, да от одной конфетки ничего не будет. И понеслось, поехала. Конечно, тут тебе, пожалуйста, и всего 70 будут. А когда ты поел больше, думаешь, так, тормози, этого достаточно. Через часика-два попьешь чай там, или через три, а то и вообще. Больше ничего сегодня есть не будешь. И все. И вот тогда ты не поправляешься, не то что, ой, дай-ка может прокатит, не прокатит. Как ты, говорит, не поправляешься. Я не могу с этих людей. Честно, обалдею. Нет, у меня больше всего вот этой вот фразы, как бы, вот прям удивляют. Говорит, я посмотрела на булку, и я уже поправилась. Такого не бывает. Ну, не бывает такого. Если ты посмотрел на булку, значит, ты ее не посмотрел, а съел. Так, капусту бы не забыть. Сук еще добавить, борщ. Пора мне, по ходу, свою эту диету писать. Будут мне за это платить бешеные деньги, и я буду всем рассказывать, как надо питаться. А буду говорить, если вы не похудели, значит, вы просто ее не соблюдали. Будут у меня, это, как, знаете, говорили, пей вода, ешь вода, срать не будешь никогда. Извините за такие откровенно грубые слова. Ну, а что делать? У меня даже девчонки мои знакомые пишут, ну, вот, пишет, смотрю в комментарии, пишет, ну, сколько она съела? Вот она постоянно ест булки. Да где постоянно-то она езжула? Она говорит, ну, где? То, что вы увидели, там, например, в Тик-Токе трехсекундное видео, 10-секундное, это не означает, что она килограмм булок съела, это означает, что она опломила кусочек и его съела. Она постоянно жрет, она постоянно жрет. Так ты, кстати, время там сложи этих видео за весь день. Сколько я ела в течение, там, 15 минут? Так я и сижу, и пережевываю этот сук. В общем, я не знаю, накипело мне, что ли? Сейчас вот очередной раз я это увидела, думаю, да, Господи, да когда же вы успокоитесь? Ну, если вы хотите ищите причину, почему вам можно есть, не ищите ее, ешьте просто приятного аппетита и все. А если хотите обвинить там кого-то, что кто-то ест, и вы поправляетесь, то это глупость. Поправляется тот, кто ест, а не тот, на кого смотрят в процессе поедания булок. Все ведь просто. Как вы не поправляетесь? Интересно, вот такой странный вопрос, наверное, думать, что я сижу там, не знаю, таблетки глотаю какие-то для похудения или еще что-то. Нет, я просто ем в меру, и все, все просто. Я не ем больше того, что мне можно есть. Вот и все, и никаких секретов нет. Перестаньте жрать, запихиваться булками, запихиваться мясом, запихиваться всем жирным, и тогда не будет никаких проблем. В чем проблема? Не надо думать, что у кого-то есть какая-то таблетка от похудения, знаете ли, там легко похудеть. Похудеть ни разу не легко. Это реально сложно. Если женщина хочет похудеть, то ей придется приложить охеренные усилия для этого. А поправиться очень легко. И думать, что вот просто там какая-то Оля-блогер сидит, жрет постоянно и вообще не поправляется, это смешно. Потому что все, кто жрут, они поправляются все. А потом все дружно худеют. Вот. Не думайте так. Просто надо меньше жрать. Вот и все. Причем именно это слово в этом, вот в этом виде. Вот такое грубое, неприятное слово. Меньше жрать. Да, и когда будут меньше жрать, вот тогда и будут меньше толстые. Не знаю еще как донести. Хочу, что я вам-то это говорю? Вы-то мне здесь такого не пишите? Это так, треп ради трепа. Вы вообще здесь ни при чем. Это не кто, конечно, какой-нибудь инстаграм. В этом, в ютубе такого нет. Господи. Оазис для меня. Вы мой оазис, дорогие мои. Сегодня у меня в тиктоке пишут. А почему ты, типа, здесь матом разговариваешь, а в ютубе не разговариваешь? Не посылаешь это в тиктоке. Вы что вы заслужили? Что значит, почему? Почему одному пощечину дают, а второго целуют? Потому что где хочу, там и разговариваю, да? Как хочу, так и где делают. А тут, и глянь, не нравится им теперь. Сами бегают, жалуются. Сами бегают, там пытаются сносить аккаунты. И еще при этом они жалуются, что их матом там натягиваешь. Не, милые мои. Понравилось, значит. Наслаждайтесь. А, я забыла эту. Томат. Ёлки-палки. Пошла за томатом.